МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Миллионам недосчитались в Четной палате при анализе расходов Минздрава. Успокоительная от генпрокурора, как Юрий Уценко объяснил чиновникам Брюссели цели спецоперации по спасению журналиста Бабченко. Дорогие белые воротнички, Евросоюзу предлагают сократить расходы на госслужащих. Почему эту идею даже в Европе сложно реализовать? Народные депутаты снова в законотворческих терзаниях. Вторую неделю не могут дописать финальную версию документа об антикоррупционном суде. Первоначальный сценарий оброс тысячами замечаний, но в этой парламентской пьесе до сих пор не прописана главная роль международных экспертов. Запад настаивает, чтобы именно они играли первую скрипку в отборе кандидатов на должность судей, а депутатская массовка с этим не согласна. Вот и неясно, когда же появится окончательный вариант документа. Подробности в моем материале. На чем остановились, с того и стартовали. Рада вторую неделю подряд рассматривает законопроект об антикоррсуде. Сегодня начали с 1274 поправки. Я верю, я уверен, что в этом неделе мы сможем выйти на позитивные решения и створим высший антикоррупционный суд. Всего же поправок к документу почти 2000. Правда, интересно, они оказались только автором замечаний. В зале, как и на прошлой неделе, немноголюдно. Трибуна практически пустая. Спикера нет. Первого заступника спикера нет. Двое третин в зале людей нет. Сидит Ирина Герасченко одна. И мы с трибуны говорим про очень такие напряженные вещи. Но я не понимаю, какая реакция, что мы вообще делаем и как страна руется сегодня. И почему эти выступы с трибуны, если ни одной реакции на ни один выступ не существует. В лагере большинство успокаивают. В случае необходимости мобилизация будет. А для рассмотрения поправок подсчитали, что нужно два дня. Позиция фракции партии Блок Петра Порошенко залишается непохитной. Необходимо створить действующий орган подолания коррупции, который функционирует в межах Конституции Украины. Мы уверены, что вопрос создания антикоррупционного суда – это вопрос экономической и политической стабильности нашей страны. Без подальшей współпрости МВФ и доступа к других джерел кредитирования, связанных с этой программой, в стране будет экономический коллапс. Экономический коллапс на РДЕПы связывает с отсутствием транша МВФ. Дескать, без этих денег пошутнутся не только доллар, но и кресла в Кабмине. И вчерашние заявления премьера об отставке – яркий тому пример. В червне повертать величезные-величезные бурги. Гройсман не хочет быть могильником. Перекласти все в разы срастания курса национальной валюты 40 и больше до американского доллара, перекласти все на Смолея или на Данилюка не выйдет. С тем самым, на самом предпоязанным и в соответствующий демарш министра финансов Данилюка. Владимир Гройсман – политик. Это абсолютно политическое заявление. Потому что, как премьер-министр Украины, это никак не относится к его сфере полномочий. То есть разработка законопроекта – это президентский законопроект, и он его вносил. Рассмотрение законопроекта и принятие его – это компетенция парламента. Если Гройсман подаст добровольно в отставку, конечно, я буду поддерживать его отставку, потому что это добровольное право человека. Западные партнеры обещают поддержку Украине, в том числе и финансовую, если в законе будет учтена ключевая поправка о роли Совета международных экспертов. Тут-то и загвоздка. Блоки Порошенко не хотят, чтобы иностранные специалисты имели решающее право вето при отборе кандидатов в суди. А западные партнеры на этом настаивают. Конечно, страна, в которой проходит преобразование, не может отправить на Марс всех, кто ранее работал в юридической системе. В этом случае оказать помощь могут нейтральные представители извне, из международного сообщества, которые заложат систему, заслуживающую настоящего доверия. В этой стране мы не поддерживаем какую-либо политическую силу. Мы на самом деле хотим, чтобы страна изменилась. Ради этого работаем. Если международные эксперты накладывают свои вето, или, так сказать, 100% против проходения этого судя, я за то, чтобы потом и ВККС, и Международная Рада Экспертов на спильном заседании двумя третийными принимали это решение. Почему? В иношем варианте мы матимем застережение. Это будет втручание иноземных экспертов в Державный Союз Украины. Для согласования этой поправки у нардепов была в том числе предыдущая неделя. Но единое видение по законопроекту в Раде так и не сложилось. До четверга мы пройдемо все поправки, выйдемо на голосование. Можливо, будут разные форматы, в том числе и третье читание. Влада пытается створить органы, которые, фактически, сама контролируют. До этого, вспомните, сколько они створили. На ЗК, на БУ, САП, агентство по расширению активов, ДБР, которое три года назад створено. Где они? Где результат? То есть, это черная профанация и обман людей. Каждый суд в Украине должен быть справедливым и антикоррупционным. Единственная фракция, которая не вовлечена в бурное обсуждение поправки, оппозиционный блок. Там документ, в принципе, не поддерживают. Завтра, очевидно, под куполом тоже будет пусто. А в главе профильного комитета придется снова простоять за трибуной, оглашая энную по счету депутатскую поправку. Екатерина Лысенко, Ксения Барвиненко, Владимир Самченко, Вадим Сферидонов. Подробности, телеканал Интер. Все подсчитали. Министерство здравоохранения неэффективно использовало почти 300 миллионов гривен, которые выделили для пациентов с диагнозом рак. Об этом сегодня заявил глава счетной палаты Валерий Пацкан. 24 миллиона за тайсуммы были потрачены с явными нарушениями. И еще 200 миллионов, подчеркнул Пацкан, Минздрав вообще не использовал. Подробные отчеты в счетной палате пообещали опубликовать позже. Питание только одно. Почему не выделялись или неэффективно использовались эти деньги? Как один из показателей. 350, если не помню, 9 людей было пролековано. У нас есть информация только о 159 людям, которым далася помощь. Где информация по других 150, нам не понятно. Все материалы в первую очередь будут направлены в правоохранительные органы и НАБУ. Кроме того, счетная палата готова предоставить аудиозапись заседания рабочей группы. Ее создали по распоряжению премьер-министра в ответ на опубликованные в сети слова замминистра о неэффективности использования денег из-за высокой смертности раковых больных. Как сообщил у себя на странице в Фейсбуке пресс-секретарь премьера, если скандальные слова подтвердятся, Линчевскому не поздоровится. А вполне обеспеченные европейские страны предпочитают экономить не на рядовых гражданах, и уж тем более не на пациентах, а на чиновниках. 200 миллионов в год на содержание белых воротничков в Австрии, к примеру, считают непозволительной роскошью. Вена предлагает Евросоюзу взять курс на сокращение и затянуть пояса. Детальней Татьяна Лагунова. Режим экономии власти Австрии планирует сократить расходы на содержание европейских институтов с 1 июля, когда Квене перейдет председательство в Евросоюзе. Идею озвучил канцлер страны Себастьян Курц и рассказал, на чем предлагает сэкономить. Европейские институты содержат за счет европейских налогоплательщиков. Ежегодно каждая страна ЕС вносит в общую казну сумму, равную 1% ее ВВП. А после выхода Великобритании, которая, соответственно, перестанет переводить деньги в Брюссель, взносы придется увеличить. Курц предлагает альтернативу не платить больше, а экономить. И в первую очередь сократить количество еврокомиссаров с 28 до 18. И менять чиновников по принципу ротации. Еще одно предложение отказаться от практики проводить заседание Европарламента в двух городах. Сейчас евродепутаты работают то в бельгийском Брюсселе, то во французском Страсбурге. И эти постоянные переезды, считает Курц, не только бессмысленные, но и непозволительно дорогие. Они обходятся бюджету Евросоюзов 200 миллионов евро в год. Удастся ли канцлеру Австрии реализовать свои планы, непонятно. Для этого ему нужна поддержка лидеров остальных стран ЕС. А они пока предложения Курца не комментировали. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Упор на инвестиции. В правительстве планируют существенно ускорить процесс создания благоприятной бизнес-среды. Об этом заявил премьер Владимир Гройсман. Сегодня глава правительства пообщался с представителями датских компаний, которые работают в Украине. Инвесторы поблагодарили чиновников за плодотворное сотрудничество. За прошлый год товарооборот между странами вырос почти на 15%. Я радий тому, что данский бизнес сегодня працюет в Украине. А на самом деле развитие национальной экономики и создание належных условий для развития бизнеса для нас принципово важливым. И мы за последние несколько лет добились основ для экономического возрастания. Хочу вас запомнить в том, что мы будем продолжать проводить изменения в Украине. И я наголошу, для меня очень важный приоритет не только в сколько вы инвестируете, а в сколько вы успешны. Готовы к масштабной забастовке. Несколько десятков работников Криворожстали сегодня собрались возле Киевского окружного админсуда. Через суд руководство компании хочет признать незаконную регистрацию трудового спора между профсоюзом и начальством предприятия. В нем рабочие требуют увеличения зарплат и улучшения условий работы. Идти на уступки в главном офисе Криворожстали не хотят. К зданию сюда приехал лидер соцпартии Сергей Каплин. Пообещал рабочим поддержку в случае невыполнения своих требований. Металлурги грозят полностью остановить работу предприятия. Я хочу обратиться к жителям города Криворог. Это наша с вами совместная борьба. Наша с вами общая задача. Сделать так, чтобы каждого криворожана уважали и знали, что в случае, если его права будут нарушены, сможет дать сдачу и защитить свой родной город и свое родное предприятие, которое должно принадлежать и будет принадлежать обязательно Кривому уроку. И будет зарабатывать на пенсии, зарплаты на дороге, на больнице, на школы для Кривого урока. Бесплатный газ. При Карпатии жители села Пасечное много лет пользовались газом и ничего за это не платили. Газ брали из трубы, которая принадлежит Укарнафте. Это структурное подразделение нафтогаза. В компании о несанкционированных врезках якобы ничего не знали. Так ли это и какие убытки из-за этой схемы понесло государство, выясняли наши корреспонденты. Жители этой улицы в селе Пасечное два месяца как живут без газа. Селяне рассказывают, газоснабжение отключили без какого-либо предупреждения. Люди пользовались газом, подключившись вот к этой трубе, по которой идет так называемое промышленное топливо, не предназначено для бытовых нужд. Принадлежит трубопровод Укарнафте, руководит ею Андрей Коболев. А 51 контрольный пакет принадлежит нафтогаз. А значит, госкомпании хорошо знали о продаже газа налево и прикрывали эту коррупционную схему. В апреле в Укарнафте заявили, что нашли больше сотни незаконных врезок. Якобы селяне без их ведома качали газ. Но вот селяне уверяют, представители компании об этом знали. Мол, между ними была негласная договоренность. Селяне уверяют, готовы были пользоваться газом и законно. И даже обращались к руководству Укарнафты, чтобы те помогли проложить здесь трубу с бытовым топливом. В том, что в компании Укарнафта знали о таком подключении людей, уверены и эксперты. Но вместо того, чтобы решать проблему, просто сбросили всю ответственность на местных жителей. Ответственные за все это дело руководство Укарнафты, это очевидно, руководство нефтегаза. И чтобы решать проблему, ее, как обычно, заболтали или пытались заболтать. Теперь люди находятся без газа. Очевидно, что в текущей ситуации, когда по данной технической схеме поставки прекращены, наверное, вряд ли будут возобновлены, абонентам придется просто-напросто по-новому подключаться. В Ивано-Франковск-Газе уверяют, готовы в кратчайшие сроки подключить жителей села к сетям. Но для этого они должны написать заявление. Людям нужно обратиться к нам с заявкой о присоединении наших мереж. Для этого мы выучим техническую возможность. Протягом 10 дней мы уже обязаны с ними подписать соответствующие договоры. И протягом 3 месяцев надеть послугу, что до завершения газификации житлого бюджета. Кстати, за 20 лет, которые длилась эта афера, государству мог быть причинен колоссальный ущерб. Если учесть, что одно домохозяйство в год в среднем потребляет 2000 кубов газа, то жители села Пасечное расходовали не менее 2 миллионов. В год это примерно 12 миллионов гривен прямого убытка. И все это происходило при попустительстве нафтогаза. Сколько и кому платили за незаконно отобранный газ, теперь предстоит выяснить правоохранителям. Данил Снисер, подробности, телеканал Интер. Тем временем в СМИ появились данные из открытых источников, что нафтогаз готовит новое повышение цен на отопление в 2-3 раза. По информации журналистов, в газовом монополисте планируют повысить цены на голубое топливо для теплокоммунэнерго до рыночных вместо социальных. При этом и рыночные цены в компании хотят увеличить до 11 тысяч гривен за тысячу кубов за потребление сверх нормы. Пока что на рост цены газа действует правительственный мораторий до 1 августа. Во сколько инициатива нафтогаза обойдется украинцам, мы расскажем в материалах подробностей на следующей неделе. Пожар в Чернобыльской зоне. Огонь охватил почти 10 гектаров территории. Столбы дыма работники ЧАЭС заметили приблизительно в 10 утра. По словам очевидцев, возгорание произошло в районе факела. Это стела на въезде в Чернобыльскую зону. За монументом находится печально известный рыжий лес, самая загрязненная территория. Впрочем, в МЧС не подтверждают, что огонь возник именно в этом районе. Площа пожежи складает до 10 гектаров отдельными осередками. Это травяный настил, травяная подстилка. На ликвидацию пожежи залучено больше 20 одиниц техники и приблизительно 100 человек особого склада. В МЧС сообщили, что радиационный фон ни в Киеве, ни в области не превышает допустимых норм и угрозы для населения нет. А вот эксперты, которых мы опросили, утверждают, пожары в Чернобыльской зоне происходят не так уже редко и они достаточно опасны. Ну вот премьер-министр уверяет, что лесной пожар в Чернобыльской зоне не представляет угрозы для населения. Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке. Владимир Гройсман отметил, что радиационный фон в Киеве и Чернобыле в норме, поэтому волноваться не стоит. Ситуация под контролем. Двое украинских военных ранены сегодня на Донбассе. С начала суток боевики сосредоточили обстрелы на Луганском направлении. Били в том числе из запрещенного оружия. А вот в районе Донецка украинским бойцам удалось продвинуться вперед и улучшить свои позиции. Все детали расскажет Геннадий Вивденко. Освобождены еще несколько километров украинской земли. Разговаривать здесь можно только тихо, потому что до врага 400 метров. Может услышите открыть огонь. До Донецка всего 5 километров. Несколько месяцев назад под носом у боевиков наши военные обустраивали укрепрайон. Бойцы 30-й отдельной механизированной бригады нашли брешь в обороне противника. Зашли в тыл и закрепились. Просунулись на одной стороне 600 метров, на другой стороне 800 метров. То есть мы можем контролировать значительно больше площадей. Продвинулись вперед в районе поселка Славное, неподалеку от южных окраин Донецка. Вся операция прошла без потерь. Военные это называют улучшением тактического положения. Продвинулись на протяжении противника, как уже говорили, что мы спостерегаем их на процентах 70. Я считаю даже, можно сказать, что 90. Ихний подвоз продуктов, даже изменения, когда у них приходит, або ротация. Также считать, что часть территории Украины, хоть маленькая, но по клаптику, по шматку, так кажется, вытяпали то, что наше есть. То есть мы делаем лишь то, что берем, что есть наше. Противник даже не догадывался, что у него в тылу ведутся фортификационные работы вооруженных сил Украины. Теперь враг в оперативном окружении в этом районе. У них сейчас паника. Реально сейчас противник понимает, что над ним нависает. Я так просто скажу, что и сейчас мы готовимся принимать какие-то его контрдии. Придя в себя, противник пытался выбить армейцев с позиции, однако понес потери и отступил. Можно немного бояться, что мы так круто до них подошли. Были осторожны, а там уже увидим. Несколько месяцев в тылу оккупантов под укрытием маскировочных сеток украинские бойцы рыли сеть траншей. Только сейчас командование объединенных сил позволило обнародовать данные о спецоперации. Как говорят сами военные, достойно войти в учебники по ведению современной войны. Геннадий Вивденко, Богдан Савруцкий, Анатолий Воробей. Подробности телеканал Интер из Донецкой области. Украинский кинорежиссер Олег Сенцов написал письмо лидерам стран Большой Семерки. В нем он просит не зацикливаться на одной личности, а сосредоточиться на освобождении всех украинских политзаключенных. Упомянул также, что надеется на скорейшее прекращение гибридной войны. Напомню, 14 мая Олег Сенцов объявил голодовку в российской тюрьме с требованием выпустить всех украинцев, которые незаконно удерживают на территории РФ. Новый глава правительства Испании поддерживает территориальную целостность Украины. Об этом в интервью одному из испанских изданий заявил президент Петр Порошенко. Глава государства отметил твердую позицию королевства и других стран ЕС по отношению к коннексии Крыма и войне на Донбассе. Говорили во время интервью и о псевдоубийстве Бабченко. По мнению президента, пока в стране идет война, инсценировка расстрела – допустимый метод защиты журналистов в Украине. Глава государства подчеркнул, что благодаря действиям силовиков удалось сохранить контроль над ситуацией в стране. Впрочем, уточнил, приказ о спецоперации отдал не он, а генеральный прокурор. Инсценировка убийства Бабченко сегодня прокомментировал с западным партнером. И сам генпрокурор сделал он это в Брюсселе. Туда Юрий Луценко приехал вместе с главой Минэкономики в рамках подготовки к июльскому саммиту Украина ЕС. Елена Абрамович расскажет все подробности. Украинские делегации в Брюсселе в последнее время часто готовятся к 20-му саммиту Украина ЕС, который запланирован на 9 июля. Генпрокурор Юрий Луценко в этот раз встретился с евродепутатами и еврокомиссаром по вопросам торговли Сосилией Мальмстрем. Тема традиционно – успехи в борьбе с коррупцией. Наша края, напевно, единая края в Европе, которая заполниет 2,5 миллиона электронных деклараций в загальном доступе. Также мы создали и открыли для публичного доступа реестр концевых бенефициров всех бизнесов в Украине. Присоединилась к визиту и делегация Минэкономики Степан Кубев. Его заместитель Максим Нефедов пообещали прозрачную приватизацию госкомпаний, как еще один элемент борьбы с коррупцией. Мы надеемся, что в конце июня состоятся первые аукционы. Они будут проведены полностью онлайн. И любой предприниматель, будь он из Украины, Германии или любой другой европейской страны, приглашается принять участие. Западных журналистов интересовал также вопрос инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Юрий Луценко детально объяснил, зачем прибегли к таким методам. А еще извинился. Мы, конечно, приносим извинения всем, кто еще раз певчувал пану Бабченко. Но мы просим рассчитывать, что Украина находится в открытии войны, где каждый месяц происходят теракты наших людей по замовленню российского сопротивника. Кроме того, генпрокурор посоветовал западным журналистам не пользоваться информацией, поступающей из московских представительств, а обращаться за комментариями ГПУ и СБУ. Из Брюсселя Елена Брамович, Евгений Каминский. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. В то же время этот самый список до сих пор не обнародован официально. Но в сети некоторые СМИ напечатали перечень из 47 фамилий отечественных журналистов и блогеров, которых якобы планируют уничтожить киллеры по заказу российских спецслужб. Представители СБУ свою причастность к списку отрицают. Спикер Елена Гетлянская заявила одному из изданий, что подобные документы тайна следствия, а служба безопасности никаких документов журналистам не передавала. В Одессе ножевое ранение получил активист Автомайдана. Это произошло возле редакции одного из телеканалов. По словам Виталия Устименко, он вместе с товарищем вышел из здания и практически сразу на него напали двое мужчин. Вначале ударили по голове, повалили на землю, а потом нанесли несколько ударов ножом в область почек. Нападавших Устименко не знает, но опознать говорит сможет. На место происшествия вызвали полицию и скорую, которая увезла парня в больницу. Виталий Устименко, известный в городе активист, возглавляет Одесское отделение Автомайдана, ведет свою программу на ТВ. Недавно стал членом Совета общественного контроля НАБУ. Нападение он связывает со своей общественной деятельностью. Полиция открыли уголовное производство по статье «Покушение на жизнь». В Черниговской области застрелился режиссер Леонид Кантер. Его тело нашли вчера вечером в художественном хуторе «Обирок». На месте трагедии полицейские обнаружили оружие и предсмертную записку. Кантер известен украинцам по лентам «Добровольцы Божьи Четы» и «Миф». В «Обироке» он с семьей жил последние 11 лет. Там же проводил арт-фестивали «Хлеб и мама Африка». Сейчас правоохранители опрашивают родственников и знакомых, чтобы узнать мотивы произошедшего. Наразі зброю відправлено на експертизу, так само в морг на експертизу відправленного тіла загиблого. Безумовно, ми відкрили провадження за частиною першої 115 статті кримінального кодексу «Обирок». Будемо перевіряти всі версії, але наразі все говорить про те, що все ж таки йдеться про самогубство. Были или нет наркотики в крові Елены Зайцевой? Это сегодня пытались выяснить в суде по делу о резонансном ДТП в Харькове, которое унесло шесть жизней. Впрочем, эта трагедия, похоже, не стала уроком для семьи Зайцевых. Почему, расскажет Светлана Шекера. Сегодня в суде слушали врача-лаборанта кафедры токсикологии, который делал анализ биологического материала, взятого у Зайцевой сразу после аварии. Исследование должно было показать, были ли в ее организме наркотики. Но провести его до конца, объясняет доцент, не удалось. Ответить на все вопросы, почему не хватило биоматериала для исследования, и как оно проводилось, может врач-нарколог Елена Федірко, которая подписывала заключение. Но найти ее и пригласить в суд пока не могут. С работы она уволилась, на повестки не отвечает. Впрочем, даже доказанный факт употребления опиатов на тяжесть наказания Зайцевой не повлияет. Если бы у нее была даже обтягивающая обставина, на квалификацию злочину это ничего не повлияет. Никаким чином. А позавчера вечером пьяного за рулем задержали сводного брата Елены Зайцевой, Василия Зайцева. Молодой человек припарковал дорогой БМВ в центре Харькова прямо у пешеходной зебры. Патрульники подошли, чтобы нагадать воде про это правопорушение и поведомить ему. После чего выявили у водея ознаки алкогольного спьянения, среди которых были нестойкие ходы, запах алкоголя с ротовой порожнины и нечеткая мова. От освидетельствования Василий Зайцев отказался. Теперь материалы сразу по двум статьям за нетрезвое вождение и неправильную парковку отправят в суд. В Одесской области от кори умер ребенок. У 10-месячного малыша не было прививки. Их делают только после года. Вспышку кори зафиксировали среди бойцов нацгвардии. Инфекция стала распространяться еще в мае. Сначала в воинской части в Ананневском районе, а затем в Беляевском. По данным областных медиков, корь подкосила более 80 нацгвардейцев, около 20 в больницах. У всех состояние средней и легкой степени тяжести. Остальные выписаны. Предварительно врачи установили, что первым корью заболел военный, который приехал из Львовской области. Скорее всего, он и заразил всех остальных. Вы знаете, что у нас в стране периодически прекращалось прививки населения. Военнослужащие в национальной варде, это, как правило, молодые люди. Как раз сейчас они болеют, потому что в свое время не были привиты или повторно привиты. Напомню, с корей в Украине пытаются справиться еще с начала прошлого года, но число заболевших только растет. Единственный способ защиты от вируса – это прививка. Но в начале вспышки в стране были серьезные проблемы с поставкой вакцин. А когда они все же появились, начались проблемы с распределением по регионам. Самый высокий уровень заболеваемости сейчас в Закарпатской, Ивано-Франковской, Одесской, Черновицкой и Львовской областях. За этот год общее количество заболевших перевалило за 15 тысяч. От осложнений умерли 9 человек. Мусорный конфликт в Черкасской области. Жители нескольких сел выступили против полигона отходов. Его планируют построить прямо возле их дворов, да еще и в зоне отдыха. Кто и почему дал добро на этот проект, выяснял Станислав Кухарчук. Людмила Качур проводит для нашей съемочной группы экскурсию по живописным окрестностям Павловки. Не так давно село стало частью Матусовско-объединенной территориальной громады. Эти горы и озера стали любимым местом отдыха для жителей двух сел. Но недавно сельские власти решили дополнить эти красоты свалкой. Людмила рассказывает, по проекту полигон должны разместить на самой высокой точке Павловки. У подножья будущей мусорной горы. Зона отдыха и несколько родников. Проблема с утилизацией отходов и в Матусове, и в самой Павловке назрела уже давно, говорят местные жители. В собственной легальной свалке в селах никогда не было. Люди свозили отходы стихийно. В лесопосадках и на обочинах скопились тонны бутылок, пакетов и пластика. Это полностью заложено мусором, что его не видно, потому что он уже порез бурьяном. Это уже годами складывается. Строительство свалки поддерживают жители обоих сел на большинство, в основном из Павловки, против ее размещения в зоне отдыха. Сельский глава уверяет, свалку оборудуют с соблюдением всех экологических норм, а отходы будут сортировать. Стекло, пластик и химию на полигон вывозить никто не будет. Смиттезвалище и паспорт выготовлен еще в 2012 году. И с дозволом всех инстанций, есть же все печати на паспорте, и водные службы, и геодезисты, которые вымиряли уровень залегания грунтовых вод. Дали рекомендации, как его правильно сделать. Жители Павловки в недоумении. Откуда взялись разрешительные документы? Говорят, первый проект местной власти готовили еще в 2009 году. И тогда экологи были против. Подтверждение показывают экспертизу. Державный инспектор с контролем за використанием охраны земель Меличенко заперет против размещения на ней смиттезвалища. Жители Павловки пока с председателем к компромиссу не пришли. Люди требуют найти другое место для свалки. В противном случае готовы препятствовать строительным работам. Станислав Кухарчук, Балтий Машенко. Подробности телеканал Интер. Черкасская область. Вместо свалок электричества Украина ведет переговоры с правительством Японии об инвестициях в производство электроэнергии из бытовых отходов. По словам вице-премьера Геннадия Зубко, Украина способна решить мусорную проблему за 12 лет. То есть уже в 2030 году в стране должны перерабатывать 70% всех отходов вместо нынешних трех. На сегодняшний день, по данным Зубко, 99% украинских мусорных полигонов не соответствуют европейским требованиям. Кликность смиттезвалища должна быть уменьшена. Отповедальность местного осторожения должна быть подвищена. Для того, чтобы инвестор мог прийти в конкретную точку и запропоновать вкладывание инвестиций и самое главное – виробничество из смиття как энергетического ресурса того или иного водоэнергии. В Украине 94% смиття вывозится на полигон. Для сравнения, в Швеции 99% смиття перерабатывается. И, соответственно, Швеция еще и купирует смиття уже и в соседях, и в других странах для того, чтобы могти выработать для себя додатковую энергию. В Украине, за меньшими такими обрахунками, мы имеем потенциал до обороту ринку цієї индустрии приблизно в 1 млрд 250 млн доларств. Иран наращивает мощности по обогащению урана. Власти подготовили письмо с уведомлением для МАГАТЭ. Накануне духовный лидер страны распорядился начать подготовку к увеличению мощностей. Это план «Б» Тегерана на случай срыва международной сделки по ядерной программе. Иран неоднократно обещал вернуться к предыдущему уровню разработок, если США выйдут из соглашения. Вашингтон сообщил о расторжении сделки 8 мая. Европейские страны пока придерживаются документа. Вероятность теракта в Великобритании очень высока. Это одна из самых больших угроз для страны в ближайшие два года, сообщил министр внутренних дел. Его ведомство разработало новую стратегию по борьбе с террористами. Что будут делать по-другому и как собираются предупреждать атаки Светлана Чернецкая из Лондона? Публикация новой антитеррористической стратегии совпала с трагической датой в британском календаре. Год назад произошла кровавая атака на Лондонском мосту. Тогда из-за наезда на пешеходов и на живых ранений погибло 8 человек. Еще 48 получили ранения. Прошлый год стал одним из самых сложных в истории. Теракты происходили один за другим. Стадион в Манчестере, два моста в Лондоне. Стало очевидно, что нужно в корне менять антитеррористическую стратегию. И сегодня документ презентовал министр внутренних дел Саджиду Джавиду. Пришлось очень быстро вникать в суть проблемы. На этом посту он всего месяц. Меня регулярно информируют о нынешней террористической угрозе и со стороны спецслужб, и со стороны антитеррористической полиции. И каждый день я подписываю ордеры, санкционирующие операции по расследованию и пресечению террористических заговоров. Угроза нашей стране остается на очень высоком уровне. Одно из нововведений Джавида – рассекретить списки потенциальных террористов. Служба разведки МИ-5 сейчас разрабатывает 20 тысяч личностей, которые могут представлять опасность для страны. И теперь их имена передадут в местные советы и уличным полицейским патрульным, чтобы те приглядывали за подозреваемыми. Также могут привлечь и частный бизнес. К примеру, сообщать в полицию о странных покупках, или же когда люди ведут себя подозрительно при аренде машины. К тому же, согласно новой стратегии, должен увеличиться срок тюремного заключения за планирование терактов. За последние пять лет в стране удалось предупредить 25 исламистских атак. И ошибки прошлого года здесь не собираются повторять. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». Конфликт на высшем уровне. Дональд Трамп поссорился с французским президентом и, похоже, всерьез. Повод новой торговой пошлины, которую вводят в Штаты. Чем это обернется, знает Дмитрий Анопченко. Они казались лучшими друзьями, людьми, нашедшими общий язык с первого взгляда. Во время недавней встречи в Белом доме Дональд Трамп с французского коллеги Макрона пылинки сдувал. Причем в прямом смысле слова. Но теперь, как выяснила СНН, отношения между лидерами США и Франции испортились. И резко. Макрон позвонил в Белый дом и, пользуясь, как ему казалось, доверительными отношениями с Трампом, решил поговорить откровенно о торговых пошлинах, которые американский президент вводит сейчас на товары из Евросоюза. В частности, на алюминий и сталь. Споры по этому поводу у Америки со всеми европейцами. Ангела Меркель и Терезу Мэй американский президент не услышал. И все надеялись, что хоть к своему новому французскому другу прислушается. Но оказалось, от любви до обид у Трампа действительно один шаг. Он рассверепел. Сразу несколько сотрудников Белого дома сообщили СНН, только лишь заслышав критику, Трамп вышел из себя. Отношения теперь испорчены, причем не только с Макроном, но и с остальными европейскими лидерами. Критикуют Трампа и в самой стране, а Джош Сорос даже выступил с пугающим прогнозом, прогнозируя финансовые потрясения по принципу домино, когда нестабильность, по его словам, по цепочке зацепит финансовые рынки и в Европе, и в Азии. А ведущий деловой портал страны, Бизнес Инсайдер, опросив лучших экономистов, получил ответ. Торговая война, которую затеял Трамп, не сохранит рабочие места, как он думает, а наоборот приведет к безработице. На каждого нанятого придется 20 увольнений в других отраслях. Вот только слышать об этом президент не хочет. И, как выяснилось, даже от друзей. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Можно ли пересечь Тихий океан в плавь? Как лидер Северной Кореи мотивирует занятия спортом? И почему премьер Нидерландов помыл полы в парламенте? Об этом и не только в нашем обзоре. Первый в истории заплыв через Тихий океан начал французский пловец. 50-летний Бенуа Лекомт стартовал из японского города Тесси. Его основная задача пересечь Тихий океан за 180 дней и финишировать в Сан-Франциско. Таким образом, Лекомт хочет привлечь внимание к проблеме загрязнения мирового океана. Во время заплыва мужчину будет сопровождать яхты с медиками и специалистами, которые изучат уровень загрязнения воды. На радость уборщицам премьер-министр Нидерландов собственноручно вымыл пол после того, как разлил кофе. Марк Рютте случайно опрокинул бумажный стаканчик, когда заходил в здание парламента. Недолго думая, он одолжил швабру, вытер лужу и пошел по своим делам. Такой поступок не оставил равнодушными уборщиц и охранников здания. Житель Южной Кореи стал чаще посещать тренажерный зал из-за Ким Чен Ина. 26-летний Чо Йонг Ун признается, каждый раз, когда он видит северокорейского лидера, у него появляется мотивация больше работать над собой и оставаться в форме. Ким Чен Ин обрел большую популярность после встречи с президентом Южной Кореи Мун Чжа Ина. После саммита, по мнению спортсмена, Ким стал более гуманным и дружелюбным. Критической отметке достиг уровень загрязнения океана на Филиппинах. Жители острова просят местные власти как можно быстрее решить проблему, поскольку боятся, что отходы отравляют их детей. Экологическая катастрофа задела и другие страны Азии. Большое скопление мусора наблюдается во Вьетнаме и в некоторых районах Китая. Ежегодно в мировые океаны попадает около 8 миллионов тонн пластиковых отходов. За рекордные 7 миллионов евро ушла из молотка картина Ван Гога на аукционе во Франции. Полотно выставили на торги впервые за 20 лет. Изначально эксперты оценили его в 3 миллиона евро. Картина под названием «Женщина в дюнах за починкой сетей» относится к раннему творчеству Ван Гога и датируется 1882 годом. Больше новостей, как всегда, на нашем сайте. Подробности ЮЕЙ, а в прямом эфире увидимся уже завтра. Я желаю вам хорошего вечера. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин